Болезнь Паркинсона – это хроническое заболевание, которое преимущественно поражает нервную систему. Дрожание рук – первое, что приходит на ум при упоминании болезни Паркинсона, но это не единственный и необязательный симптом. Среди основных – понижение мышечного тона, замедление движения и нарушение координации. Первое, что пациенты замечают у себя, это то, что как будто спазмированы мышцы. Допустим, вот рука какая-то такая, например, стала не такая ловкая, как она была до этого. Дальше пациент может заметить у себя наличие тремора в этой руке. Тремор обычно не симметричный. То есть, если мы, допустим, смотрим на пациента, у которого есть эссенциальный тремор, то есть тремор, который просто возникает в организме, то есть без причины, это симметричный, то есть у человека обе руки трясутся симметрично. Симметричный тремор. Тоже такой же, допустим, если человек переживает, тоже у него обычно симметричный тремор. А если мы говорим про болезнь Паркинсона, то чаще всего это будет какая-то одна рука больше, Татьяна Дементьева подчеркнула, что болезнь обычно начинается в возрасте около 60 лет, но молодые люди также находятся в зоне риска. Уровень заболеваемости болезнью Паркинсона у мужчин выше, чем у женщин примерно в полтора раза. По моей личной статистике, если смотреть, то пациенты, допустим, от категории, которая 60+, из всех пациентов, которые ко мне, допустим, приходят, ну, может быть, процентов 20 будет с болезнью Паркинсона. С признаками Паркинсона, тут уже чуть-чуть их меньше, наверное, еще дальше, если смотреть, допустим, там будет 10-15%, это которые вот похожие симптомы на Паркинсон. Если брать категорию пациентов, которые младше, ну, будем рассматривать, там такой средний возраст, да, допустим, там 30-40-50 лет, да, там мало. Мало, это редко, но такие пациенты имеются. Когда есть хоть малейший признак, что у человека есть вышеперечисленные симптомы, то нужно обращаться к специалисту, ведь только он сможет поставить правильный диагноз. Как пример, во время съемки к врачу-неврологу обратился мужчина с проблемой. На протяжении месяца у него трясутся руки, и что с этим делать, непонятно. Несколько месяцев назад появилась дрожь в руках. После физической нагрузки, как правило, но, тем не менее, начал волноваться, потому что у родственников, у бабушки был в свое время диагноз болезнь Паркинсона. Вот, сначала думал, что это может быть связано с работой на нервной почве где-то немножко, но успокоительные, попробовал попринимать успокоительные, не помогли. Пришлось обратиться к врачу, к специалисту. Надеюсь, здесь помогут. Специалисту желательно обращаться в любом случае, потому что достаточно большое количество болезней при ранней диагностике. Правило, лечатся, а если формы запущены, либо тяжело лечатся, либо уже не лечатся вообще. Болезнь Паркинсона неизлечима, но облегчить ее проявление возможно. Следует обратиться к специалистам.